Больше 14 лет Татьяна Кощеева работает с детьми. Когда пришло время выбирать профессию, она без колебаний решила стать педагогом-психологом. Татьяне было очень интересно узнать, как меняется мышление ребят с их взрослением, почему дошколята так любят играть, как адаптируются в школе и чем им можно помочь в этот непростой период. А потому она пошла работать в школу, но свое настоящее призвание нашла немного позже. Просто пришла идея пойти в детский сад. Ну вот почему бы нет. Я еще будучи студенткой четвертого курса работала педагогом-психологом и выйдя после очередного рабочего дня, повернула ее направо, возошла в детский сад. Сама в детском саду никогда не была, как ребенок. Поработав месяца два, поняла, что именно вот это место, где меня притягивает, где мне хочется каждый день приходить, потому что меня там ждут. И теперь Татьяна с ролью воспитателя не расстается. Она помогает ребятам учиться узнавать много нового и интересного через игру. Годы работы позволили создать свое пособие, по которому малыши знакомятся с азами 3D-моделирования, осваивают удивительный и многогранный мир виртуальной реальности, учатся конструировать разные предметы и даже создают свои особенные уникальные игрушки. Основа работы – трехмерный паспорт. Это обычный листок бумаги А4, который заполняется детьми и помогает описывать объекты живой и неживой природы. То есть можно… Там есть алгоритм определенный. Когда ребенок заполняет, он четко выделяет каждый признак этого объекта. То есть у ребенка развивается инженерное мышление. Профессионализм Татьяны признали не только в Сарове, но и за его пределами. Она стала победителем городского и регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года». Свою регион она достойно представила и на федеральном этапе. Такие испытания – отличный способ выйти из зоны комфорта и познакомиться с практиками других специалистов, считает Татьяна. Развитие приходит во время подготовки конкурса, а не по завершению его. И я всегда говорила, что конкурс не заканчивается. Если он уже начался в профессиональной деятельности у педагога, он не заканчивается. Он только продолжается, насыщается, развивается. Потому что приезжая с конкурсов, ты едешь с большим багажом еще опыта других коллег. Сейчас Татьяна Кощеева участвует в конкурсе «Новые Созидатели». Это конкурс о людях, которые сегодня делают атомные города лучше. Создают, объединяют, формируют и воспитывают. Помочь ей победить можете вы. Для этого нужно отдать свой голос за Татьяну на сайте atomnews.ru. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.